Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Очередное видео по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о том, почему часто не хватает энергии. Бывает такое, что чувствуешь, что не хочется никуда идти, ничего делать, двигаться даже. Просто как-то хочется, чтобы все тебя оставили там полежать в кровать, никуда не уходить. Такие моменты, кстати, зачастую происходят, когда у человека появляется вот состояние такой хандры, какой-то усталости, непонятно почему. И тут есть, конечно же, несколько факторов. В первую очередь, это, конечно, физически телесный фактор, то есть, когда в теле не хватает каких-то нейромедиаторов, то есть, веществ, которые переносят нервные импульсы, витаминов, минералов, каких-то веществ, которые дают человеку бодрость. И поэтому рекомендуют, что сделать? Добавить их, то есть, добавить в рацион свежих овощей, фруктов. Можно приобрести какие-то натуральные витамины, минеральные добавки. И также, конечно же, заняться физической активностью, потому что может просто не хватать свежего воздуха. То есть, выйти на свежий воздух, позаниматься гимнастикой, побегать, попрыгать. И энергия – это что такое? Это импульс, который дает вам возможность двигаться. То есть, это то, что побуждает вас в движении. Поэтому тут важно еще посмотреть на те умственные аспекты, которые есть у энергии. Потому что бывает такое, что у человека просто есть суждение. У меня не хватает энергии или у меня мало энергии. Я там какой-то, ну не такой, да, то есть, у меня чего-то нету, чего было бы, ну, что бы хорошо, чтобы у меня было. И вот когда у человека есть вот такие суждения, они обременяют его сознание и создают у него такое ощущение, что он, ну, как бы не может двигаться активно, что он не может действовать осознанно и достигать своих результатов. Вот поэтому посмотрите, что у вас происходит в вашем теле, когда вы, например, хотите что-то сделать. Да, то есть, вы, например, хотите там пойти на пробежку или там каким-то образом по-другому проявить активность. Что происходит в вашем теле, да, что оно вам подсказывает, да. Возможно, вы как раз увидите эти импульсы, да, оно вам подскажет, например, у меня там, например, не хватает каких-то витаминов, минералов. Или, может быть, оно подскажет, там, нужно больше отдыхать ночью, что тоже очень важный момент. То есть, очень много есть вещей, которые вы можете почувствовать сами, если будете в контакте с самим собой. Я помогаю человеку как раз войти в этот контакт, но вы можете это сделать и сами в состоянии медитации, например, когда вы находитесь в своем пространстве, чувствуете, что с вами происходит и понимаете это. То есть, вы видите ответы, которые приходят к вам самим. То есть, вы не то чтобы где-то читаете в книге эти ответы, да, они к вам приходят самостоятельно, как прозрение, как озарение. Вот эти ответы наиболее важны. Поэтому на самом деле важно принимать решение именно в таком состоянии медитации. То есть, когда вы почувствовали, что произошло и сделали это. И вот когда вы таким образом действуете, то получается у вас как бы открывается вот этот канал совести, канал интуиции, канал вдохновения. То есть, у вас открывается все то, что помогает вам стать самими собой, да, то есть, почувствовать себя. И, конечно же, энергия идет тогда, когда вы двигаетесь в верном направлении. То есть, когда вы делаете те вещи, которые соответствуют вашему призванию, вашему, ну, скажем так, тому, чтобы вы в жизни делали просто так, то есть, с радостью. Не потому, что это нужно кому-то, не потому, что это необходимо делать ради денег, а потому, что вы чувствуете, что это ваше. И вот тогда у вас как раз открывается этот канал энергии. Вы можете провести прямо этот эксперимент. Вот, например, когда вам что-то нужно сделать, как говорится, потому что это нужно, из-под палки вы увидите, как действует. Вот просто почувствуйте, как действует ваша энергия в тот момент. То есть какие у вас такие происходят, бывают моменты, когда прям спайки энергии появляются Когда вам не хочется это делать, когда вы чувствуете, что это не ваше И что у вас что-то останавливает То есть нет энергии, ее как бы, она стопорится И другое, почувствуйте, когда вы делаете что-то с легкостью Когда вы делаете что-то, вот потому что это ваше Потому что это вам классно от этого И вот тогда вы почувствуете энергию совсем другую Вы почувствуете поток И отсюда и существует вот это выражение «жизнь в потоке». То есть, когда вы можете жить в потоке, то вы достигаете того, что действительно ваше. То есть, вы двигаетесь по своему жизненному пути. И тогда у вас энергия не прекращается. То есть, вы делаете, делаете, и у вас этот поток не иссякает. Поэтому попробуйте вот эту жизнь в потоке и напишите, что у вас получилось в комментариях к этому видео. Или можно мне личным сообщением. Контакты мои будут все указаны в описании к этому видео. И когда вы это почувствуете, то вы сможете гораздо лучше контактировать и управлять своей энергией. Самое важное – это действительно научиться контактировать и управлять с ней, этой энергией. Вы сможете при этом сделать так, чтобы ваша жизнь была насыщенной. И вот эта жизнь в потоке подарит вам как раз состояние гармонии, радости и счастья. А если вы встретитесь с какими-то негативными суждениями, как типа у меня нет энергии, я не могу этого сделать, мне там не везет, у меня плохая карма или там я не способен. Все эти суждения можно очистить с помощью процесса счастья, вернувшись в прошлое и убрав оттуда негативный заряд. Что я и помогаю делать человеку, когда он обращается ко мне за бесплатной консультацией, мы рассматриваем ситуацию человека. То есть я говорю, как это можно уладить, и человек либо сам это делает, либо мы это делаем потом в сессии уже процессинга. Я помогаю человеку исцелить вот это состояние, которое вызвало у него негативные суждения. И тогда оно меняется на позитивное, и у человека появляется суждение, что у меня достаточно энергии, у меня хватает энергии, у меня много энергии. То есть это происходит таким образом самостоятельно, потому что у человека восстанавливается его естественное состояние и способность продуцировать, создавать эту энергию. На этом, друзья, мы будем на сегодня заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях к этому видео, или можете обратиться ко мне напрямую за бесплатной консультацией по Viber или любым другим удобным для вас способом. И, конечно же, если видео вам было полезным, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями, а колокольчик для напоминания новых видео. А сейчас посмотрите мои видео о процессинге, где там рассказано будет более подробно, как он работает и как помогает исцелить негативные переживания. Они появятся буквально через секунду вот тут вот. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok